Да, кстати, что я еще не сказал, лучше сразу сказать по поводу добавить новость. Тоже очень важно. Здесь немножко особый такой редактор, с помощью которого можно добавлять текст. Так вот, что здесь очень важно, что если вы будете добавлять текст из текстового редактора Word, то обязательно нужно воспользоваться именно вот этой кнопочкой. Тут специально есть кнопка для Word, для вставки текста Word. Я нажимаю и здесь мы вставляем текст, который скопировали. Вставить можно обычным набором клавиш Ctrl и V. Я нажимаю одновременно Ctrl и V и вставляю. Вот таким образом, insert и есть текст вставлен. Почему? Потому что если без этого значка вставлять текст из Word, то там дополнительно кучу вставит Word ненужных символов, которые могут нарушить систему. Ну, скажем, некрасиво просто будет выглядеть разные каракули. Верд такое умеет делать. Если вы будете добавлять с другого сайта, то с другого сайта можно добавлять обычным вставкой вот таким образом текст. Это если вставлять с другого сайта, допустим. Но если с обычной страницы, то вообще-то можно и обычным образом вставлять. Вот я, допустим, Ctrl и C скопировал, Ctrl и V вставил. Ctrl плюс C копировать и Ctrl плюс V вставить. Очень, очень просто и легко. Так, по поводу еще мелочей. Допустим, если мы хотим вставить таблицу. Здесь есть редактирование и вставка таблицы. Вот, допустим, колонки. Колонки две. Или, скажем, допустим, четыре. А строки пять. Мы нажимаем и вот у нас появилась колонка. Дальше ее нужно просто нам всего расписать. Потом нажимаем и растягиваем так, как нам нужно. И здесь уже прописываем то, что нам нужно. Есть вот хитрости по поводу выравнивания текста и так далее. Допустим, вот текстом посередине, чтобы его отправить наверх, чтобы он не посередине был по высоте, а кверху поднимался. Нам нужно нажать вот эту кнопку. Тут понятно, я думаю, будет. Вот это редактирование строки, а это ячейки. Редактирование ячейки. Мы выравниваем left по левому краю и top по верхнему. Относительно вертикали. Нажимаем и у нас текст строго начинается с верхнего левого угла. Здесь, наоборот, здесь можно выровнять по центру. Ну а здесь, опять-таки, удобно, потому что, таким образом, текст будет более-менее красивым. Вот такие разные мелочи. Тут можно удалять, допустим, вот эту строку. Строку мы возьмем, удалим. Эти вот строки будем удалять. Либо вставим новые. Справа, либо слева, либо вниз строчку. Ну тут, я думаю, можно разобраться быстро. Кстати, вот в такую таблицу неплохо вставлять картинки. Они не будут разглазиться. Если у нас будет статья, которая будет содержать, допустим, 5-6 фотографий, то лучше их, наверное, сюда вставить в конце статьи, нарисовав такую таблицу. И вот курсор у нас выделен в ячейке. Мы можем нажимать, как я говорил ранее, изображение, вот эту кнопку внизу редактора. А можем нажимать редактирование изображения вверху редактора. Я нажимаю эту кнопку, и здесь вот есть значок. Опять же, ну, надо будет запомнить. Upload, загрузка. Нажимаю Upload. Загрузка с компьютера. Открывается вот такое окошко. Нажимаю Add. Добавить. Выбираю. Выбираю какую-либо картинку на компьютере. Сейчас вот. Допустим. Допустим. Открыть. Нажимаю Upload. Так. Я вот справа увидел, что картинка загрузилась. Я беру, нажимаю на крестик, закрываю это окошко. У меня становится жирно выделенным название картинки здесь. Я нажимаю здесь, и автоматически здесь появилось название уже выбранной нами картинки. И я нажимаю Insert. Вставить. Все. Картинка есть. Дело в том, что в таблицу, когда мы поместим картинки, они будут четко стоять одного за другой. Если мы будем обычным образом картинка за картинкой вставлять, то возможно они будут в столбик. Но это будет не очень красиво. Допустим. В той же новости, где первая новость была вот эта, то здесь не что иное, как была использована таблица. Нажимаю редактировать. И вот мы видим. Вот она таблица. На самом деле, между картинками находится таблица. Это удобно, чтобы картинки не расходились влево-вправо. И еще такой нюанс. Опять-таки. Вот специальный тег JLVK comments в таких специальных скобках. Это обозначает специальный тег, тот факт, что в конце этой статьи будет открыто комментирование через сайт ВКонтакте. Вот если я нажму эту статью в новом, то в конце мы видим, что тут есть специальная форма для комментирования. Все, кто зарегистрированы на сайте ВКонтакте, сможет оставить свой отзыв и комментарий на странице этой новости. Но также сюда можно будет прикреплять граффити, фотографию, видеозапись, аудиозапись с ВКонтакте. Чем это удобно? Тем, что если человек добавит какой-то отзыв, какой-то текст, то этот текст сразу автоматически отобразится на самом сайте ВКонтакте. У него на профиле, на профиле этого пользователя. Это хорошо тем, что таким образом привлекаются новые пользователи с сайта ВКонтакте на этот сайт. То есть кто-то увидит ссылку, перейдет и увидит этот сайт. Ну и мой профиль. Здесь можно поменять пароль, вставив новый. Довольно таки, ну, просто я остальное буду еще показывать. Это пока начало. Ну, пожалуй, все. Субтитры сделал DimaTorzok